Если театр начинается с вешалки, то реклама армейского быта с оружия. В Центре детского творчества Ленинского района отмечают День призывника. В фойе перед актовым залом выставка. Молодым людям выпала возможность не только рассмотреть автоматы, но и попозировать с ними. Модель автомата Калашникова складная укороченная, КСУ. То есть это бывшее боевое оружие, деактивированное. Сейчас используется как тактический тренажер. Внутри в магазине стоит электроника. ИК-излучатель. На голову одеваются у нас вот такие вот наряды, которые фиксируют попадание. Это снаряжение предназначено для отработки, тренировки тактических упражнений. В актовом зале собрались те, кому предстоит пополнить ряды вооруженных сил и те, кто давно отслужил. С напутственными словами к будущим новобранцам обратились ветераны, представители городской власти и патриотических организаций. В наше тяжелое время, когда мировая обстановка вот такая накаленная, вы видите все, очень важно не упустить молодое поколение и воспитывать их в духе патриотов. В этом нам большую помощь, как общественная организация, оказывает руководство города Олег Васильевич Грищенко. Николай Мельников недавно закончил институт. Уйти в армию хотел еще весной. Не успел. Отдать долг родине, говорит молодой человек, должен каждый мужчина. Он уже знает, где будет проходить военную службу. Страшилки об армии? Да не, не пугает. Я такой человек, что все переборю. Я бывший спортсмен еще. То есть спорт, он приучил меня к дисциплине. На сегодня на территории Саратова на военную службу призвано более 600 молодых человек. Это 75% от необходимого. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, эта цифра больше. В два раза. Как и раньше, саратские призывники будут проходить службу в военных частях по всей России. В том числе в президентском полку и на Черноморском флоте. Динара Дусалиева, Игорь Шишилин. Новости. Телеобъектив.